всем здарова народ у меня очередная покупочка это у нас новый ноутбук в такой коробке ноутбук покупали для моей мамы у нее сломался мой старый стационарный компьютер ему где-то лет было 10 то решили мы взять новый бук сейчас я вскрою вам покажу что внутри приобретался сразу скажу в магазине dns компьютер для средних задач посмотреть кино там ну что-то в интернете поделать так давайте вскроем посмотрим вот такой ноутбук значит в нем у нас идет 4 гига оперативки 500 винт так что на наклейках ну тут стильный дизайн usb type-c поддерживает быстрая зарядка процессор 3 ryzen 2200 и видюха vega по-моему 3 если мне память не изменяет вот на ноутбуке пока еще ничего не установлено нужно сейчас будет включить все установить диагональ монитора 15 и 6 вот так вот он выглядит я не знаю по цене 27000 он так по моему тридцать одну стола там какая-то акция была скидка вот 27 рубасов давайте посмотрим вес 2 и 2 килограмма очень легенький такой ну классный бук я не знаю вот это можно было не знаю там взять на интеле но вот этот вариант мне больше всего понравился который был в магазине предустановлена windows 10 сразу да кстати прошу прощения на фоне звуки лишние это стирает на стиральная машина поэтому не обращайте внимание ноутбук код леновый но не знаю нормальная фирма особо у меня к ней нареканий нет так ну давайте посмотрим что в комплекте в коробке еще так сам ноутбук идет еще инструкция к нему и зарядное устройство больше никаких не дисков ничего не прилагается давайте я все отсюда лишнее убираю все в коробке больше ничего нет как мы видим ноутбук в принципе конечно игры такие типа как там ведьмак что-нибудь такое но и новое метро тянуть конечно не будет я смотрел на похожий ноутбук обзор ну как бы сказать звезд с неба не ловит но кое во что поиграть в принципе можно так вот у нас тут зарядное устройство сразу подключаем давайте посмотрим что у него по периферии здесь у нас подключение интернета hdmi 2 usb наушники ну какая-нибудь там или гарнитура до тайп си и сразу под sd карту под большую это с левой стороны с правой стороны получается просто дивидером так ну и спереди у него ничего нет вот так выглядит тут такая радиаторная решетка ну и вот здесь так я еще его не смотрел как он и что он давайте будем вместе сейчас включим и посмотрим нажимаю кнопку питания и ноутбук запускается lenovo ну и теперь нужно будет установить на него windows ну как мне пояснил продавец то что он сейчас начнет сам устанавливать все ну и нам тупо надо будет ждать и тыкать далее 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 наверное процесс установки windows все показывать вам не буду хотя может быть сейчас покажу вам в ускоренном виде сейчас это все буду проматывать ну давайте в принципе устанавливать установилась наша винда теперь давайте посмотрим что тут у нас понавыскакивала всякой фигни сразу так вот это вот я сейчас удалю сразу закрываем все эти рекламы так сначала нам предоставлен у такой вот рабочий стол опять же мне как пользователю неудобно с ним пользоваться я я сейчас буду делать немножко по другому так дисплей да разрешение экрана 1980 на 1080 у этого ноутбука так заходим значит в темы параметры значков рабочего стола и здесь я сразу ставлю мой компьютер корзина но остальное в принципе мне не нужно мне главное выставить мой компьютер на рабочий стол чтобы был я привык так еще с 98 windows чтобы у меня был на рабочем столе мой компьютер вот это вот сразу в корзину и теперь заходим в мой компьютер компьютер удаление программ и сразу же давайте смотреть что у нас тут лишнего не лишнего ну я не знаю от леново вот это вот я сразу удаляю потому что она будет засирать мозги постоянно всякой херней да до свидания удалить да так да да все удаляем 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 удалить удалить окончательно и бесповоротно помимо этого я еще удалю вот эту вот шляпу но оно мне не даст удалить пока это не удалится удалил я вот эту вот фиговину и теперь что мы делаем нам надо скачать все что необходимо первое мы поставим антивирусник я всегда ставлю аваст не знаю может может быть это и неправильно но в принципе он меня никогда не подводил и поэтому я буду ставить его аваст антивирус скачать в первую очередь ставим антивирус запускаем установку антивируса так пока он устанавливается давайте зайдем в свойства системы посмотрим что у нас за компьютер так значит windows 10 домашняя и смотрим система это amd ryzen 2200 у двухъядерный по 2.5 гигагерца ядро 4 гига оперативки ну система 64 битная аваст установить google chrome ну в принципе пускай установится он нам пригодится также у нас тут bluetooth по моему 4.0 видео адаптер amd radeon vega 3 график ну в принципе за эти деньги лучше ничего не купите потому что по моему ну 630 графика от intel ну ничем не лучше чем вот это ну в принципе ну контур тянуть должно всякие там minecraft и всякую фигню там доту в принципе должно на средних идти нормально по характеристикам мы посмотрели ждем установки антивирусника пока мы трогать ничего не будем сейчас мы установим весь свой софт который нам нужен антивирусник практически установился свойства диспетчер устройств давайте посмотрим все ли у нас определилось все установилось блин почему так все долго думает я вот не понимаю наверное из-за того что я привык к ssd компьютеру да ну с жестким диском ssd так все устройства у нас установились определились значит драйверы нам никакие качать не требуется просто ждем пока все установится так далее мы установим яндекс браузер яндекс браузер с алисой также я устанавливаю винрар всякие проигрыватели ну всякие полезные программы которые необходимы для проигрывания видео просмотра изображения там фотографии да mpc плеер это мой любимый плеер я им всегда пользуюсь поэтому качаем и устанавливаем так все в принципе все у нас есть что мы хотели из такого ну из софта еще мы зайдем управление электропитанием здесь мы сделаем при отсутствии где-то ну пусть будет 25 минут и 10 минут и здесь тоже самое 10 и 30 так это мы сделали теперь мне нужно отключить обновление чтобы ничего не обновлялось нажимаем правой кнопкой мышки управление компьютером так зашли мы в службы центр обновления windows так и здесь вот у нас тип стоит вручную мы ставим отключено чтобы ничего у нас больше не тут не обновлялось не качало лишних каких-то обновлений центр обновлений windows вот отключено все окей так здесь у нас все обновилось закрыть ну и давайте теперь посмотрим как оно открывает youtube там видео да компьютер можно сказать был куплен чисто для интернета ну там фотографии смотреть фильмы конечно можно было взять и дешевле ну не знаю дешевле я не решился бы взять ну вот смотрим ролики full hd все нормально воспроизводится все работает это у нас аладдин да там допустим ну что-то другое включим покупай крутые подарки и получай подарки за подарки ну опять реклама да тут вот кратос тот человек что приходил к нашему дому смотрим разрешение 1080 ну показывает все нормально ничего не тормозит все идет очень хорошо так ну опять же сейчас надо перезагрузить все это это более менее это можно сказать первое включение да тут пока все устанавливается по это пообновиться вот этот пакет я считаю всегда стартовым я всегда устанавливаю вот именно так и работает у меня ну очень всегда долго ну как минимум год будет работать без проблем вот Avast Яндекс и вот эти два проигрывателя в принципе что еще можно сказать ну довольно таки неплохая система за эти деньги конечно я показал бы вам игрушки какие-то но мне смысла нет устанавливать сюда игрушки моя мама не будет играть в игры вот ей будет достаточно вот этого вот ну может быть еще что-то я и установлю там в принципе ну наверное даже торрент не буду устанавливать потому что она фильмы качать не будет у нее есть свои фильмы которые уже скачаны на компьютере на старом я просто оттуда перенесу все сюда вот ну и в принципе все вот такой компьютер я надеюсь кому-то может быть что-то будет полезно с этого видео и надеюсь то что вы поставите лайки под этим видео на этом установка всего завершена всем спасибо за просмотр до новых видео и до новых встреч всем пока и до новых встреч я